Конь, он тоже лошадь мужского рода. Лошадь просто это не определенного рода, неизвестно кто. Кобыла, сами понимаете, а конь мужчина, хочешь не хочешь. Согласно словарям, и лошадь, и конь могут чему-годно соответствовать. Кобыла, жеремец и мерин указывают на пол. Ужас какой. А конь даже не указывают. Нет, я не согласен с такой трактовкой, хотите вы этого или нет. Лошадь, она женского рода, просто по определению, по структуре русского языка. Слово лошадь, это же женский род. Я предварю маленьким таким рассказиком. Я как-то обратил внимание, что вот в наших рекламных газетах, ну, наверное, в каждом городе такие есть, бесплатные газеты с рекламой. Ближе к весне начинают пестреть объявления, продам конский навоз. Именно так. Не лошадиный навоз, а конский. Я подумал о том, что то ли лошади терпят, ну, невозможно собрать нужное количество. И в итоге я, значит, осмыслив все это дело, написал стихотворение, которое называется «Про коней и лошадей». Наш язык алмазов россыпь, и велик он, и могуч, и на многие вопросы он дает к ответам ключ. Говорят, пахать, как лошадь. Здесь намек на женский род. С мужиками все похоже, но чуть-чуть наоборот. Наш ответ, как на ладони, неприкрыт и величав. От работы дохнут кони, часто даже не начав. В череде примеров дивных про работу и про труд мощность в силах лошадиных, а не в конских кони мрут. Нужен конь не для извоза. Он в других делах – огонь. В производстве или навоза, или ржать весь день, как конь. Я, конечно, не святоша, но сверкает, как салют. Эта фраза – пьет, как лошадь. Конь, стало быть, не пью. Есть еще пример финальный. В Тиму спросят. А то, только конь у нас – педаль. Только он у нас – в пальто. Слово русское, лекарство. Солнце, луч на склоне дня. Отдавали по полцарства, не за лошадь, за коней. Полон мудрости вселенской. Сам язык ответ дает. Для чего потребен женский, для чего мужицкий род. То, что сказано здесь было про коней и лошадей. В общем, силой бред кобылы. Впрочем, все как у людей. АПЛОДИСМЕНТЫ ВМЕХАТЬ ВМЕХАТЬ